Книга «Открытым оком», 3 том, вопрос 919, тема «Жития». Скажите, пожалуйста, чем и какими материалами пользовался Дмитрий Ростовский при составлении «Житий святых»? Почему многие «Жития» очень похожи друг на друга? Не стилизованы ли они? Насколько они достоверны? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Издавая эти «Жития», начитывая их на пленки и после составляя на них симфонию, я приходил к выводу, что то, о чем спрашиваете, так и было. У него в каждом почти «Житии» прямая речь участников событий, как на сцене. Косвенная речь почти отсутствует. XVII век, архивных данных в России никаких. Сам он в библиотеке Рима не занимался. Имел Чети и Минеи, Патерики, прологи. Он не мог, как писатель, недомысливать этого. Все-таки «Жития» некоторые очень сильно разнятся друг от друга. У Дмитрия было богатое воображение, красивый язык, глубокая вера. Предположим даже, что он написал неверно, но он знал конечный ответ, как задачники, и под него все подгонял. Не мог же он сбивать всех святых на одну дату на один месяц. Заметьте, какие ровные книги. По 750 страниц каждая. А это 12 томов. Так не бывает. Я издавал «Жития» по векам. Количество святых, то есть объем материала на каждый век, чрезвычайно разнится. И в это легко поверить, что так и было. С позиции пользы для спасения души, митрополит ростовский Дмитрий сделал великое дело. 1173 биографии «Жития». Очень многие читающие христиане могут найти хотя бы что-то, написанное о его святом, в честь кого он назван, и могут подражать его житию. Это просто чудесно. Если светские писатели пишут о выдуманных героях и их изучают в школе, как Павку Корчагина, идеализируют их, то здесь написано о реальных лицах, пострадавших за Христа или подвязавшихся ради Него.